Всем снова здравствуйте. У нас следующая презентация и хотелось бы представить вам Алекса Уимета. Расскажу немного о нем. Так вот, Алекс пришел в эту индустрию в 2007 году. Он пришел в качестве программиста для гейм-дева и уже потом начал работать на Ubisoft. Со своей командой он разрабатывал новые методы и технологии разрушения по типу Real Blast. Так вот, эта технология появилась сначала в Assassin's 4, а потом они вообще в Rainbow Six это все в Rainbow Six довели до идеала. Так вот, сегодня он рассказывает о тех вызовах, с которыми столкнулся Алекс и его команда, пытаясь интегрировать этот тайтл на мультиплеер и онлайн. Добро пожаловать, Алекс, ты на сцене. Спасибо. Всем здравствуйте. Итак, в 2010 году я пришел в Ubisoft, вернее, программист физики, но последние несколько лет я занимаюсь тем, что все в Rainbow Six Siege ломается замечательно. Поэтому сегодня я расскажу вам эту длинную историю. Начнем с разработки Real Blast, то есть это проприетарный движок разрушения Ubisoft. Расскажу потом, как мы интегрируем этот стек в шутер соревновательный, ну и в течение уже двух лет мы пытаемся это все поддерживать в должном состоянии. Как наверняка большинство из вас знает, Rainbow Six Siege это 5 на 5 тактический мультиплеер, шутер, где, с одной стороны, команда, группа операторов пытается защитить некую цель в укрепленном помещении, а с другой стороны, нападающие пытаются прорваться через окружение и достать эту цель любыми возможными способами. С самого лонча, это более года тому назад, игра становится все более и более популярной, на эту популярность набирает. И я считаю, что уникальная система разрушения, которая у нас заложена в Rainbow Six, играют центральную роль в успехе этой игрушки. Для того, чтобы вам настроение игры понять, позвольте продемонстрировать небольшое видео, которое покажет вам, как работает разрушение именно в части геймплея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круто. Да? Понравилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно. Я поделюсь в свое выступление на три основные части. Первая часть. В рамках нее расскажу о разработке Рейнбласта, но конкретно, каким образом работает процедурная деструкция, то есть уничтожение. Потом поговорим о роли уничтожения, разрушения, вернее, извините, в Rainbow Six Siege и каким образом Real Blast с этой игрой взаимодействует и с движком. Ну и в конце я поговорю о том, как технология разрушения у нас развивалась во время DLC и расскажу, как, в общем-то, живые прогоны игры изменили наш подход к созданию и управлению данными, которые возникают после разрушения объектов. Итак, сейчас покажу стек Real Blast. Итак, команда Real Blast является частью нашей центральной технологической группы в Юбисофте. Это команда, которая обладает мандатом на создание middleware и решений для всех тайтлов в Юбисофте. Когда мы начали разрабатывать Real Blast, задача заключалась в том, чтобы эта технология могла затем применяться и в других играх. То есть мы должны были сделать ее настолько гибкой, насколько возможно. Также мы хотели бы, чтобы данная система разрушения ввела себя достаточно реалистично, но и, по крайней мере, могла генерировать разные результаты в зависимости от воздействия, от, соответственно, направления воздействия, от силы его и т.д. и т.п. В то же самое время мы хотели предоставить максимальное количество возможностей контроля как художникам, так и дизайнерам, так, чтобы они также могли решать сами, каким образом объекты должны разрушаться. Итак, для того, чтобы все было круто, реально классно, в плане именно реальности разрушаемых объектов, все зависит от качества моделирования, потому что ассеты, которые вы планируете ломать и разрушать, должны всегда моделироваться как некая коллекция закрытых подсеток, которые, каждый из них, представляет некий объем гомогенного физического материала. То есть все ассеты должны быть, ну, у них должна быть возможность ломаться, там должна быть очень тонкая подсетка, и каждая подсетка должна представлять некий объем единого, единотельного материала. То есть, по большому счету, как объект, который мы создаем в реальной жизни, да, то есть это реально упростит процесс разрушения и доведения его до реальности. Также данный подход, то есть наличие единообразных материалов позволяет использовать фрагментацию, основанную на материале, которая предотвращает от нереалистичных кросс, ну, таких вот разрывов или разломов, которые проходят сразу по нескольким материалам, как будто бы они представляют собой единый материал. Когда мы начали реализовывать эти разрушаемые объекты, мы прежде всего поделили все объекты на части, да, в зависимости от визуалки, в зависимости от видимого материала, вот то, что мы с вами видели на предыдущем слайде, то есть отделили материалы. Потом из этих частей мы использовали наши собственные фрагментационные инструменты для фрагментации этих частей последовательно все более и более мелкие, на более и более мелкие части. И во время этого процесса все промежуточные части сохраняются, они складываются в иерархическую структуру, и мы сможем потом использовать эти части для оптимизации отображения, когда объект разрушается лишь частично в рантайме. Также еще один интересный момент касательно нашей системы, вот все эти фрагменты и листья, то есть все листы, которые добавляются внизу, иерархия, они могут поддерживать ход процедурной деструкции, то есть разрушения в рантайме, мы можем даже добавлять их и разбивать на мелкие части еще дальше, в зависимости от влияния и воздействия. Итак, промежуточные фрагменты используются для рендинга и оптимизации физики. Все модели разрушения работают исключительно на фрагментах-листьях. Также мы берем все эти графические сетки этих листовых фрагментов и используем точки контакта между частями, и с помощью них создаем так называемые связи, connections. Дальше сочетание листовых фрагментов и связей приводит к появлению вот такого вот рисунка, связанного connected graph. На этом слайде мы, по большому счету, показываем как бы внутреннюю жесткость, некую целостность внутреннюю нашего объекта, то есть некая несущая опора, по большому счету. Да, прошу прощения. Наша система... Каким образом работает наша система? Для того, чтобы сломать какой-то объект, нам необходимо наложить на него определенную ущерб, определенную силу, и это приведет к разрушению связей. Ну и, соответственно, группы фрагментов начинают друг от друга отсоединяться, и вот эти группы фрагментов мы называем компаундами. Итак, для того, чтобы определить состав этих компаундов, то есть какие фрагменты в них войдут, а какие, соответственно, не будут, то есть что будет вот эту структуру жесткости составлять, мы разработали специальный алгоритм, который определяет, что с чем сочетается и соединяется. И, как я уже сказал, некоторые фрагменты могут быть процедурными, то есть каким образом мы это интегрируем в эту модель. По большому счету, когда мы генерируем новые фрагменты, мы просто добавляем эти фрагменты как производные, как, в общем-то, дочерние фрагменты тех родителей, которые их генерируют, ну и потом соединяем их с соседними фрагментами. Мы всегда работаем именно по такой системе. То есть связанный график – это вот то, что контролирует структуру разрушения, по большому счету. Дальше – процедурное разрушение. Идея поверхностное процедурное разрушение, система ее, вернее, началась с идеи, с желания создать более реальный процесс разрушения окон. Получили мандат, и мы хотели, чтобы стекло, в общем-то, приводило к появлению вот таких вот сеточек, расходящихся от отверстия, от выстрела. Когда мы поняли, что на самом деле окна-то, по большому счету, представляют из себя плоскостную сетку, мы решили создать двухмерную технику, которая позволит нам нарезать, по большому счету, любое количество полигональных поверхностей, то есть с большим количеством паттерна, то есть с любым видом паттерна, по любому паттерну, по любому узору, то есть простых многоугольников. Когда мы это поняли, мы выяснили, что, оказывается, этот подход может работать не только при стекле, но и других покрытий, например, керамик, гипсокартон или даже деревянный пол. И оттуда мы уже начали генерализовывать, по большому счету, данную технику и пришли к тому, что есть у нас сейчас, да, в Рейн-Пу-6. По сути, вот таким вот образом работает сама система. Для каждого поверхностного фрагмента мы всегда сохраняем двухмерную полигональную репрезентацию вот этой вот плоскостной сетки, планарной сетки. Когда мы попадаем в этот фрагмент, мы проецируем точку попадания на поверхность в 2D, затем, используя вот эти параметры воздействия, то есть глубины материала фрагмента, мы генерируем двухмерный паттерн. И затем, используя этот паттерн, мы разрезаем его на полигоны, на многоугольники на поверхности. После этого мы получаем вот целый ряд различных фрагментов, модифицированных фрагментов. И вот из результата нарезки мы дальше разделяем полигоны в связи с их как бы связностью. То есть все полигоны у нас так или иначе связаны с основной поверхностью, то есть они могут остаться как бы внутри стены, а те, которые рассоединяются, где связь у нас, соответственно, разрушается, они превращаются в динамические фрагменты. После этого нам необходимо провести повторную триангуляцию вот уже модифицированного многоугольника. Для этого мы используем алгоритм отрезания ушей и эрклиппинг, потому что это не самый оптимальный механизм, но, по крайней мере, он помогает нам, в общем-то, работать с такими многоугольниками. Ну и последняя часть – это, по большому счёту, экструзия. То есть мы берём все вот эти вот регулированные полигоны и экструдируем их для того, чтобы создать новую трёхмерную сетку. Ну, как я же сказал, процесс достаточно простой, достаточно общий, но именно так у нас получилось, в общем-то, чем проще, тем полезнее, как чаще всего бывает. Дальше. Как я уже говорил, эта техника работает с любыми типами многоугольников, типа конкавные полигольники, типа дырки, ну и так далее. То есть вогнутые, вогнутые, любые типы поверхности. Вот почему мы создали так называемый «сёрфис каторс», то есть это генераторы паттерна, по большому счёту. Некоторые используются для определения периметра отверстия образованного, другие используются для определения паттерна внутренних, ну то есть геометрии внутренних фрагментов. А некоторые используются одновременно для всего. Например, когда у нас пуля попадает в стекло, у нас есть специальный глаз-каттер, который определяет одновременно и периметр отверстия, и фрагменты стекла. У нас есть такой вот текстурный катер, я про него поговорю позднее. Иногда паттерн должен четко идти вдоль текстуры материала, например, если мы говорим о керамике или о деревянных планках или керамической плитке. Для этого мы создали специальный катер по текстурам, это специальный тип катера, который определяет как бы некоторое количество полигонов в УВ-пространстве конкретной текстуры. Как вы можете видеть, это здесь. Самое важное, что все эти УВ-фрагменты должны распадаться на тайле, и они должны покрывать все пространство УВ. Принцип заключается в следующем, достаточно простой. То есть сначала мы берем в одну форму, в 2D, и перевращаем, конвертируем ее на УВ-координаты. После этого мы ищем как бы УВ-фрагменты, которые пересекают вот эту вот форму в одну. Как только мы это получаем, мы конвертируем их обратно, вот эти вот УВ-координаты, в поверхностное пространство. И в этот момент мы, по большому счету, выводим, в общем-то, из этого катера то, что обычно выводится. И таким образом мы как бы сливаем вот этот вот катер с регулярными такими нормальными катерами. То есть здесь есть точка пересечения. Дальше. Что касается поверхностных декораций. В связи с многоугольной природой вот этой техники, без необходимости добавлять какие-то декорации, результат будет выглядеть слишком геометрически идеальным. Было бы слишком геометрически идеальным. Поэтому мы используем два типа декораций. Первое – это декали, такие вот нарезки. То есть простые полигоны, многоугольники, как на поверхности, которые с разными материалами замаплены. И вот эти вот декорации, они присоединяются к полигонам, к многоугольникам на поверхности. То есть, по большому счету, мы нарезаем их одновременно с поверхностью. Другой тип декораций – это так называемые feature-bound decorations. То есть, по большому счету, граничные декорации фичи. Это любые типы сеток, по большому счету, которые мы можем приоттачить к любой конкретной фиче поверхности, либо сегменту, либо общей точке вертексу. То есть мы их просто удаляем. Они, в принципе, достаточно небольшие, поэтому можем их удалить, убрать, если фича вот этой поверхности была, также была устранена, скажем, воздействуем на эту поверхность. Та-да-дам! Что касается соприкосновения с поверхностью, когда мы меняем динамически визуальную статическую сеть, мы должны также апдейтить и столкновения в рантайме. Это один из… К сожалению, используя простой графической сетки, как сетки collision, оказалось чересчур уже чужолым, как с точки зрения создания физических форм, так и физических апдейтов. Поэтому нам нужно было создать упрощенную версию этой сетки, так, чтобы она генерировалась быстрее, так, чтобы она была достаточно точной для стрельбы. А здесь какой фокус? Мы берем фактическую двухмерную графическую поверхность без декораций, потом выбираем все эти декорации, убираем все маленькие отверстия, потому что мы не хотим, чтобы они стали частью вот этой вот сетки столкновения и сетки collision. И потом мы берем крупные отверстия. У нас есть определенные ограниченные показатели, то есть после чего мы берем их, отдельно их тренгулируем, то есть упрощаем, ну, то есть по большому счету убираем оттуда вертексы и видя, что отверстие всегда меньше, потому что ты не хочешь терять материю путем расширения этого отверстия. То есть мы снижаем, уменьшаем, сокращаем размер этого отверстия, диаметр его к центру, но мы не модифицируем как бы внешний периметр этой поверхности, потому что мы не хотим менять отлайн сетки, граничную линию сетки. После того, как мы упростили эти многоугольники, мы производим ретриангуляцию упрощенной версии, ну и после этого мы используем триангуляцию еще раз и пытаемся перегруппировать как можно больше треугольников вместе для того, чтобы создать вот такой вот список конвексных форм, то есть в результате мы получаем такой список этих конвексных форм. Итак, эта форма, это как бы некая аппроксимация реальной поверхности, но нам нужно для баллистики чуть больше детальности, да, потому что нам нужно иметь возможность стрелять через эту дырку, то есть каким образом мы с этим справляемся. Мы производим оверрайт, результаты рейкаста, то есть по большому счету мы перехватываем вот эти вот точки лучей на поверхности и проверяем, как бы попадает вот этот вот хитпоинт, точка воздействия на графическую поверхность или не попадает. Дальше, материалы разрушаемые, то есть разрушаемые материалы, это способ репрезентации тех реакций, которые доступны, на которые способны материалы, то есть это список реакций для каждого типа воздействия разрушительного в игре, то есть пули, ручное воздействие, взрыв и прочь, прочь, прочь. Каждая реакция по большому счету представляет из себя некий рецепт, который сообщает нам, какой катер необходимо генерировать, какой тип декорации необходимо наложить, ну и какой вид мусора, соответственно, появляется, спауниться из созданной дырки. Каждый процедурный фрагмент должен содержать разрушаемый материал, приписанный к нему, чтобы он разрушался, то есть мы применяем его напрямую, либо это получается с помощью визуального материала. Окей, дальше. Значит, у нас есть такой вот движок процедурного разрушения, у нас получается как бы некая смесь разрушений основана у нас в соединениях, также процедурное разрушение, но результат, соответственно, варьируется и сложно предсказать. В игре это не всегда полезно, а иногда нам хочется достигать все-таки конкретно предсказуемых, ну не очень точных, но предсказуемых результатов. Баррикады в игре, например, они всегда должны ломаться после трех ударов, даже несмотря на то, что оно как бы не выглядит сломанное, но вот такие правила геймплея нужны. То есть мы начали использовать так называемые условия разрушения, по большому счету. То есть что это такое? Это такие условия, которые как бы влияют на то, что будет происходить с объектом. И что мы можем мониторить? То есть количество сломанных частей, некий уровень ущерба и так далее, то есть количество кусков, фрагментов. И если какие-то определенные условия совпадают, то мы как бы заставляем объект разрушаться, и он попадает в некое определенное состояние, которое в этих правилах опять же задается. Я знаю, что это было достаточно быстро, но я надеюсь, что это помогло вам понять, каким образом работает наша система разрушения. Давайте посмотрим ту систему, которую мы применяли в Rainbow Six Siege, и каким образом она взаимодействует с другими игровыми системами. Итак, это все элементы геймплея, так как Rainbow Six Siege проходит как бы в условиях, вы знаете, это антитеррористические такие вот ситуации, то есть надо ломать осады, соответственно, у полицейских есть большое количество инструментов, это вот такие пробивные заряды, пробивные шотганы и молотки, и у каждого из этих инструментов разрушения есть собственный способ взаимодействия со средой. Механика оружия непосредственно также реализуется на уровне именно геймплея, потому что я говорил уже раньше, мы не хотим, чтобы система разрушения была слишком конкретной, то есть чисто под эту игру. Тут именно геймплей должен решать, то есть какой объект разрушается с помощью взрывчатки, сколько ущерба было получено, там, насколько слоев проникает поле, или насколько слоев вы пробиваете стены, да, по большому счету. Именно геймплей сообщает, по большому счету, что мы уничтожаем, и мы уничтожаем то, что надо. Дальше. Динамическая среда находится в центре всей тактики используемой, то есть именно она, на ней основывается вся тактика игры, то есть среду можно модифицировать с помощью разрушений, с помощью использования различных блокадных сооружений, типа можно забаррикадировать окна или двери, заставить. И элементы геймплея, вот эти вот разрушаемые, разрушающиеся элементы могут быть поделены на две разные категории, то есть есть элементы структурной деструкции, то есть это стены, полы, потолки и фальшполы, или двери, ловушки, или всякие ломающиеся объекты, то есть это фурнитура, мебель, ну и баррикады сами. Не все в игре может ломаться, то есть должны быть оставлены какие-то элементы. Прошу прощения, заново начну. Так вот, все стены, которые созданы из бетона или кирпича, они всегда не разрушаемы. Но есть у нас разрушаемые стены, у нас есть два типа, то есть те, которые можно разрушать полностью, ты через них потом пройдешь спокойно, или так называемые двери или стены с возможностью обзора за ними, то есть они как бы разрушаются, ты через них видишь, но внутри некая металлическая арматура, то есть туда ты не проникнешь, но человека с другой стороны спокойно пристрелишь. Этот факт, что большинство структурных элементов зданий разрушаем, значительно сказывается на том, как мы создаем, в общем-то, моделируем вот эту среду. Итак, нам нужно было кардинально поменять тот подход к созданию ассетов мира, ну, например, стены и потолки должны быть отдельными ассетами, то есть наша задача заключалась в том, чтобы поделить вообще все на отдельные ассеты. Также надо было задаться вопросом, типа, а что внутри стены? Что я могу увидеть на другой стороне этой стены, если я ее разрушу? Ну, то есть, по большому счету, мы сильно изменили наш подход к разработке и созданию карт. Вот, например, пример того, как мы построили стандартный пример разрушаемой стены. У нас эта стена из трех разных объектов состоит. Два внешних слоя – это процедурные фрагменты, прошу прощения, процедурные слои, лейры, а внутренняя часть – это префрагментируемая, то есть заранее фрагментируемая деревянная конструкция. Еще раз, именно геймплей решает. То есть, если игрок хочет пройти через стенку, то ему нужно все эти три слоя разбить, по большому счету, и между ними связи никакой нет. Как я уже говорил, существует большое количество ограничений по именно арту, потому что не только в том, как мы создаем среду, но и как мы ее декорируем. Вот здесь приводится список тех матриц, тех метрик, вернее, и правил, которые как бы диктуют декоратору, нашему художнику, чем можно мир населять. Это лишь небольшой пример всех вот этих вот правил, которые задаются нашими дизайнерами уровней. Ну, например, мы не можем размещать, например, на разрушаемой стенке шторы. Ну, просто у нас нет техники, которая бы рвала шторы. Ну, или что-нибудь еще. Вот, скажем, вот эта вот стенка с обзором, line of sight, да, мы не можем устанавливать вот такие вот шкафчики снизу, да. Но вот мы не хотели бы, чтобы люди попытались через это перепрыгивать, потому что это нельзя, по большому счету. В общем, короче, несколько правил, которые нельзя нарушать. Теперь, что касается типа покрытий. Итак, в нашей игре много чего можно разрушить, и у нас есть система проникновения пуль, которая позволяет пуле проникать в материал. Так вот, эта система работает следующим образом. Она работает одинаково, что с разрушающимися, так и не разрушающимися объектами. Мы можем задать три типа покрытия. Например, полное покрытие. Это то, к чему мы привыкли, то есть совсем не разрушаемое. Да, какие-то такие поверхностные разрушения мы там можем показать, но по большей части внутренняя часть его выполнена либо из металла, либо из бетона, да, то есть обычно пули через это не проникают. Дальше. Вот такие вот твёрдые покрытия. Это материал с низким проникновением, типа дерева, но большая часть объектов у нас разрушаема. То есть если вы туда выпустите всю обойму, то по большому счёту вы потом человека на другой стороне сидящего застрелите. Ну и последнее, это мягкое покрытие. Это как бы самое слабое покрытие, по большому счёту. Ну, то есть так скрывать тебя от взгляда чужого человека. Тут пули спокойно проникают, и можно спокойно разрушить вот этот объект. Да. Как я уже сказал, Real Blast всегда у нас разрабатывался как middleware, то есть мы хотели, чтобы он был агностичен к движку, то есть не разрабатывался под конкретный движок. Это значит, что в этой системе нет возможности рендеринга или физики, и мы не можем играть звук, там нет эффекса, там нет частиц, то есть то, что обычно нам даёт нормальный движок. А каким образом эта система тогда взаимодействует с движком, по большому счёту? Ну, достаточно простая. То есть мы берём инпуты из геймплея, а потом мы обрабатываем это в нашем middleware, создаём какие-то новые отпуты, ну и затем они становятся инпутами для движка, то есть что необходимо заспаунить. И после этого в качестве коллбека мы возвращаем результаты разрушения, которые содержат, в принципе, в себе всю информацию относительно того, что произошло, то есть размер нового образованного поверхности, материал, в который попали, объём, который был взорван, скажем, да, там, или разрушен, ну и уже система должна, по большому счёту, реализовать это так, как она должна. То есть там добавляются и звуки, и эффекты уже поверх всего этого, да, и AI, и прочие вещи. Это позволяет нам, ну, не упростить, конечно, но наша ответственность, как бы, она чуть больше очерчена, то есть мы можем использовать все системы, которые, в принципе, в движке будут. Дальше. Есть несколько других систем, которые должны понимать, что мир изменился, да, то есть должны получать от нас инпут, потому что всегда есть некий аспект физики, нам необходимо обновить, ну, как бы, систему сетки, навлинки должны поменяться. Также в Rainbow 6 есть очень сложная система распространения звуков, мы используем порталы, объёмы, ну и прочее. То есть если ты ломаешь стенку, то по большому счёту мы должны создать динамический портал между двумя объёмами, да, помещениями, чтобы звук мог через них проникать, да, то есть они должны быть связаны, графика тоже должна кое-что понимать. Например, свет, солнце, тень должна ли пересчитываться, список оклюдеров должен пересчитываться, потому что если стенка, например, у нас сломана, то оклюдер она уже не воспринимается. Дальше. Так, немножко поговорим об перфомансе. Ну, так как Stitch разрабатывался в самом начале как соревновательный шутер, у нас всегда были обязательные требования, чтобы максимально было там 60 FPS на консоли, поэтому неважно, сколько разрушений сейчас происходит в этот момент, мы не можем замедлять количество фреймов в секунду, то есть кадров в секунду. То есть представьте себе, да, в рамках одного разрушения несколько миллисекунд, вернее, один взрыв может привести к разрушению многих слоев, то есть чисто все это добавлять друг на друга, быстро насыщает кадр, поэтому единственный способ, как с этим работать, это чтобы система была у нас абсолютно рассинхронной, асинхронной, то бишь, это никак не было привязано к основному циклу геймплея, чтобы мы на бэкграунде как бы работали, поэтому в данном случае система должна спокойно работать на многопотоках, на многих потоках, то есть многопоточная, потому что любая синхронная система означает как бы получение результата чуть позднее, но для того, чтобы вот эту задержку как бы снять или убрать, мы используем многопоточность достаточно часто, мультитрейдинг. Ну и мы не можем взять как бы, мы не можем взять один поток, один тред, одного ядра надолго, да, его занимать, поэтому мы должны таймслайсить этот движок, чтобы мы не прокручивали одну задачу, там больше, если я правильно помню, 200 микросекунд. Короче, весь код, он специально таймслайсен, каким образом мы это сделали, ну, по большому счёту, используя данный подход, подход, к которому всё-таки прибегли, в конце концов, он позволяет нам также уменьшить распределение памяти, то есть мы используем структуру рабочих данных, и эти структуры содержат переменные состояния относительно прогресса с расчёта, ну, то есть исполнения разрушения, так вот, наличие этих самых структур позволяет нам в любое время, как бы, прерывать процесс расчёта и возобновлять его позднее, когда у нас есть ядро, и мы можем его занять. Итак, репликация. Так как разрушения в Rainbow Six Siege, это не просто косметические какие-то воздействия, да, они реально меняют, модифицируют среду, в которую ты играешь, это влияет на навигацию, на баллистику, поэтому нам нужно было чётко реплицировать разрушения. Конечно, самым простым решением это сгенерировать сетку на сервере и, по большому счёту, обновлять эту сетку для каждого клиента, но это быстро бы носитило, как бы, ширину канала, то есть это быстро бы забило канал сети, поэтому мы, прошу прощения, мы решили пойти по детерминистическому пути, поэтому каждый игрок производит перерасчёт разрушения локально, то есть нам, по большому счёту, нужно перенаправить просто инпуты по сети и всё. Да, как я уже сказал, значит, эта система должна выдавать нам на выходе те же самые результаты, с тем же самым последовательностью инпутов, но это верно для статической части уничтожаемых объектов, потому что в нашем движке мы решили специально не реплицировать жёсткие тела, поэтому мы спауним то же самое количество, тот же самый размер как бы жёстких тел, но их движение, оно как бы не гарантировано, то есть не всегда будет одинаковым, поэтому все динамические части, весь мусор, он как бы никогда не повлияет на геймплей, таким образом мы в этом удостоверяемся. Для этого мы, по большому счёту, ограничили все динамические части, то есть меньше 25 сантиметров в размере, но и динамические части никогда не влияют на игрока, ну и никогда геймплей не блокирует, то есть как будто бы, то есть по большому счёту чистая косметика, если хотите. Да. Также очень важно, чтобы инпут был всё время один и тот же, для того, чтобы приводить к тем же результатам разрушения, потому что прежде всего у нас был сначала рандом в деструкции, в разрушении, но вот этот вот генератор случайных вещей, как бы он так или иначе работает на... значениях, которые содержатся в структуре инпутов. Также инпуты должны постоянно идти в том же порядке, и мы должны иметь возможность обрабатывать то же самое количество инпутов от апдейта до движка, потому что внутри, да, мы некое слияние инпутов делаем для оптимизации, ну то есть если там несколько пуль, скажем, шатганом вы считаете, стреляете, то есть по большому счёту все точки импакта мы можем в одно событие свести. Да. Теперь, что касается вот непосредственно продуктивной части, уже два года мы в продуктиве работаем, семь сезонов пережили, то есть седьмой сезон мы уже отправили, все наши патчи стараются улучшить систему разрушения для того, чтобы качество повышалось, но и в то же самое время мы улучшаем её для того, чтобы новые карты поддерживались, новые операторы могли поддерживаться и прочее, прочее, прочее. Да, поэтому что нам пришлось сделать во время лайф-апдейта, ну, проводить дебаггинг. В начале, при первоначальном релизе система разрушения была достаточно стабильной, но, как заявляет закон Мерфи, то есть если что-то должно произойти, оно произойдёт, особенно если биться в одну стену головы постоянно. Миллионы игроков у нас играло, поэтому, да, мы увидели иногда очень странные конфигурации процессов разрушения и каким образом мы это решали, ну, так как очень сложно воспроизвести искусство, то есть мы специальную систему декодирования внедрили в систему, то есть наши тестеры пытаются воспроизвести баг, мы позволяем им записывать все инпуты, так вот, когда они записывают все эти инпуты, воспроизводят это, они отправляют нам файлы, мы это всё воспроизводим, то есть мы, короче, используем те же самые конфигурации разрушений и используя наш визуальный дебаггер, мы, по большому счёту, видим проблему. Вот таким вот образом мы к этому подходим, ну, и с помощью разных итераций выясняем, как это всё должно работать. Да, но после двух годов, честно говоря, весь мусор почистили, поэтому сейчас система работает шикарно. Дальше. Система разрушения никогда не должна отказывать, ну, если она отказывает, то отказывает для всех игроков, по большому счёту, почему-то должно быть супердетерминистично. Иначе, если мы позволим игроку как бы чуть-чуть, я не знаю, разрушить то, что он разрушает, по-другому, не так, как на сервере, да, то как бы игрок будет видеть один мир, а серверы игрового будут видеть совсем другой мир. Это вот приводит к резиновым вот этим всяким игрокам. То есть, по большому счёту, игрок пытается пройти через стенку, которая на сервере не изгружена, или, например, бросает гранату, граната отскакивает от воздуха, потому что как бы на сервере стенка есть, а у игрока его нет. Ну, и опять же, система разрушения, она достаточно стабильная, и большинство этих разночтений или отказов, они не связаны с системой разрушения, они, скорее всего, связаны с инпутами, поэтому нам приходится дебагить и все инпуты. Ну, то есть, смотреть, чтобы они всегда были, шли в нормальном порядке, потому что иногда геймплей, ну, условия в игре могут привести к перемешиванию этого порядка, могут быть некие разночтения в инпутах, потому что наши алгоритмы компрессии, сети, они не были симметричными, ну, то есть, если ты компримируешь потом, декомпримируешь, ты получаешь чуть немного расходящееся значение, и в конце концов, у тебя могут иногда бывать, ну, там, другие цифры рандомного генератора, начнется отклонение. Теперь косметические разрушения. В самом начале, когда мы только начали эту игру отгружать, продавать, мы осторожно подходили к количеству, как бы, косметических разрушений, которые мы добавляем в карте, но, так как мы становимся все более уверенными в плане наших собственных технологий и бюджетов, мы начали добавлять целые слои косметических разрушений. Но это, по большому счету, такие процедурные разрушения, которые сидят поверх неразрушаемых поверхностей, потому что мы выяснили, что, на самом деле, это добавляет чуть больше последовательности всей среде, но и потом было бы странно, если бы, например, плитка у нас не отходила, или, например, гипсокартон бы не разрушался, просто потому, что он сидит на какой-нибудь неразрушаемой поверхности. Также, когда мы начали работать над первой DLC-картой, нас попросили, а можно ли... Ну да. Сколько времени у меня есть? Две минуты! Ох ты ж, боже ты мой! Ребят, либо мы продолжим тогда и послушаем чуть больше презентации, и у нас будет чуть меньше времени на вопросы, или хотеть наоборот, меньше презентации, больше вопросов. Больше вопросов или больше презентации? Кому что? Больше презентации. Круто, круто, всё, давайте, я ускорю сейчас. Очень быстро побегу. Итак, мы начали создавать поверхности с изгибами, потому что у нас очень много на этой карте было курватур. Когда мы поняли, что изогнутые поверхности мы легко поддерживаем, то есть, если, короче, это изгиб лишь в одном направлении, по одной оси, мы используем ту же самую технику, то есть, воспроизводим эту поверхность в 2D, а потом разные секции на ней размечаются, и в каждой секции своя метрика. То есть, по большому счёту, мы можем воспроизвести вот эту структуру с курватуры, то есть с изгибом. Но помимо этого, в общем-то, всё остальное остаётся неизменным. Сейчас у нас эта техника используется в других картах, на других картах. Мы это используем для окон, для стёкол машины, для колонн, уже даже на старых, на более старых картах. Дальше. Метаповерхности. Метаповерхности – это другой концепт, который мы добавили чуть позднее, поверх процедурных поверхностей. Но это типа абстрактной такой концепции, которая у нас размещается как бы на процедурные вещи, то есть, чтобы мы получали постоянное разрешение, ну, то есть, продолжительное разрушение через несколько фрагментов. Для этого это позволило… Эта фича нужна для того, чтобы добавить гибкости в создании карт и для локализации сетки разрушений, потому что расчёты разрушения достаточно локальные, но когда мы апдейтим графическую сетку, нам приходится как бы апдейтить полностью всю сетку объекта. То есть, самым сложным было делать это на этажах, потому что этажи, они у нас достаточно большие, это их может там как бы рушить практически полностью, при этом сетка у нас была большая. Так вот, поделив эти поверхности крупные на небольшие объекты, мы смогли серьёзно снизить затраты апдейта, ну, то есть, тяжесть этого апдейта. И так мы создали как бы метаповерхность для того, чтобы разрушение было более единообразным, даже несмотря на то, что... Ну, по большому счёту... Ну, это как бы некая граница, да, некий фронт между двумя объектами. Дальше. Предразрушение. Это мы чуть позже добавили. Вот на одной из карт, темпл, например, храм, у нас наши художники хотели, чтобы некоторые помещения выглядели, как будто бы там до этого и огонь буйствовал, и народ перестреливался. Поэтому мы использовали уничтожение в рантайме, то есть разрушение в рантайме, чтобы создать вот такой вот художественный беспорядок. Идея очень простая. То есть мы загружаем вот эту карту в тулмоди, потом берём пушки, отстреливаем их и сохраняем на каждый объект отдельно. То есть весь список разрушений и инпутов, которые мы получили. И перед строительством карты мы просто заново эти вот инпуты как бы вводим и мы получаем вот такой вот красивый предварительный хаос. Во-первых, этот подход позволяет нам данные создавать очень просто. Ну и так как объекты у нас все разрушаемые, то по большому счёту они выглядят так же, как и те разрушения, тот ущерб, который ты наносишь позднее уже игра. Связанные объекты – это вот то, что мы улучшили во время уже живой, как бы во время лайва, продуктивой игры. То есть эта техника позволяет нам соединить несколько разрушаемых объектов, и они работают как некое единое тело, объект. Например, вы видите, вот эти вот объекты сидят на полочке, полочка присоединена ещё к чему-то, к стене в данном случае. Это позволяет нам, ну, обеспечить более последовательное разрушение и предотвращает нас от необходимости создания специализированных разрушаемых объектов, которые бы представляли бы себе простую группу объектов, то есть простую сумму этих объектов. Используя данную технику, мы по большому счёту просто-напросто заново используем уже существующие ассеты, связывая их друг с другом, ну, объединяя их в некую единую связь. Да, вот так вот, короче. То есть получается более реалистичное разрушение. Ох, как у меня много-то всего. Слушайте, давайте закончу вот на этом, а? Да. Для того, чтобы новых операторов поддержать, нам надо было апгрейдить систему. Появился бак-шатган. Он всегда должен ломать как бы всё, что на его пути находится. Поэтому нам пришлось создать как бы дополнительные объёмы разъединения для оружия Хибана 18 взрывов одновременно производят. То есть это было невозможно как бы делать последовательно. Мы не могли бы позволить себе 18 апдейтов проводить одновременно. Поэтому мы улучшили нашу технику мерджинга, то есть слияния. То есть чтобы все эти 18 взрывов происходило одновременно, для того, чтобы снизить нагрузку на ЦПО. Ну и чёрное зеркало мира. Это вот то зеркало, которое ты размещаешь как бы на стенку, и оно уничтожает эту стенку в периметре этого зеркала. Как бы новый гаджет добавил сложности, во-первых, в плане распространения звука и апдейтов на вмеши, потому что как бы дырка в стене создаётся, и вот эта вот дырка должна автоматически, ну она как бы автоматически блокируется, да, ещё вдобавка всему. То есть мы должны это как-то различать уже от имеющихся дырок и прочее. Поэтому мы добавили ещё один слой, который как бы пересекает стенки. Ну и правильные как бы пути видимости, да, на вмеш, там и все звуки, как бы всё работает теперь. Сколько ещё времени осталось? Три! Ура! Так, давайте закончу на кленапе данных, на расчистке данных, потому что когда мы начали создавать вот эти вот новые карты, как обычно в Юбисофте, мы всё это делаем одновременно, то есть целая армия художников сидит, поэтому все карты одновременно разрабатываются разными художниками, разными командами, разными, ну некоторые ассеты мы вообще аутсорсили, и в результате у нас оказалось большое количество ассетов, которые должны разрушаться с разными конфигурациями, разными конфигурациями фрагментов, и это привело к тому, что у нас появилось большое количество конкретных багов под конкретные карты, то есть специфичные под карты и баги. Вот один интересный кейс, который я хотел бы показать, это рамки для фотографий, для картин. Ну рамка нам нужна для каждой карты, да, по большому счёту, но в конце концов у нас что-то около двухсот, что ли, рамочек было ассетов, и все они выглядели абсолютно одинаково, но при этом по-разному распадались, по-разному разрушались, и как бы разрушение этой рамки достаточно простое, поэтому мы решили этот вопрос следующим образом. Мы поняли, что на самом деле у нас могут быть некие общие такие дженерики этих рамок, которые могут поддерживать некоторое количество текстур. То есть чем меньше у нас таких вот конкретных ассетов, чем больше у нас дженерик ассетов, нам меньше нужно времени тратить на их дебаггинг, и, соответственно, качество игры будет гораздо выше. Так, 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 всё, завершение. Так, что будет дальше-то? Что у нас там в пайплайне? Что касается СИЧ, мы данные ещё пока почищаем. Мы планируем провести дополнительный баланс системы разрушения, системы ущерба, чтобы это поддерживало новых операторов. Что касается Риалбласта, то мы активно работаем для упрощения инструментов Toolkit, чтобы он был более дружелюбным по отношению к пользователю, ну и чтобы, по большому счёту, любой художник и дизайнер мог бы это использовать для создания разрушаемых объектов. Также мы работаем над улучшением визуалки, вот всех этих поверхностей разрушаемых. Также мы улучшаем визуальный дебаггер наш, для того, чтобы он, даже художник в геймплее, мог бы проводить дебаггинг своего собственного ассета самостоятельно. Ну и у нас очень много там неокра долгосрочного ведётся, исследовательских проектов, которые, по большому счёту, добавят деформацию, конструктивную деформацию вот ко всем этим несущим объектам и прочим вещам. Ну и в конце концов мы хотим бы вывести процедурное разрушение на 3D. Надеюсь, что я убедил вас в том, что моя история вполне себе замечательная, то, что разрушение – это круто и это не так сложно. Поэтому, если вас интересует добавлять разрушаемые элементы в геймплей, я рекомендую вам подумать о том, как вы будете с ними взаимодействовать, вот с этими объектами, как они будут разрушаться, потому что именно это, понимая то, как ты будешь взаимодействовать с объектами, даст тебе и определит тебе тот способ, которым ты должен свои ассеты создавать. И если ты смог определить и задать чёткие правила того, как создаются эти ассеты, то тебе будет проще как бы сгладить продакшн, ну и уменьшить количество багов на выходе. Да? Ну и наконец, мне кажется, что разрушение очень много вносит и всего в Rainbow Six Siege, все в команде наши согласны, что вот те усилия, которые мы вложили, все эти сложности, которые прошли, окупились сторицей. Спасибо за то, что слушали. У нас время на вопросы осталось? Нет? Семь минут до следующей презентации, поэтому, если будут какие-то вопросы, подходите лучше к Алексу и задавайте ему их во время перерыва. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»